Добавлю к сказанному о религии и о нашем отношении к ней, что религия это форма контроля, а любой контроль заканчивается плохо для тех, кого контролируют. И это не свобода. Мы с вами знаем, что для здоровья психики необходимо ощущение свободы и любви. Любовь это есть свобода, а свобода это есть любовь. Поэтому контроль, он ограничивает вашу свободу. И формируется, что выученная беспомощность, зависимость от авторитета, от чужого мнения, отсутствие самостоятельности и самодостаточности, ощущение собственной неполноценности, неверие в себя, ритуальная жизнь. Человек не принадлежит себе. Он объект для манипуляции и воздействия. То есть биоробот. Вот что такое контроль этот. Это просто антигуманно. Плюс человек не оперирует фактами, живет в вымышленном мире. Это способствует развитию психических заболеваний. Поэтому следствием контроля такого рода будут психические расстройства. И человек делается бесполезным для общества. Раз. И он перестает радоваться, наслаждаться жизнью. Два. В нем проявляется тяга к небытию. Это натофилия. Он начинает болеть. То есть по сути контроль этот способствует развитию заболеваний. Человека с помощью контроля доводят до госпитализации. Мы это тоже видим. И наконец формируется что? Фанатизм. Внутренняя агрессия. Самоненавистничество. Короче тяжелые последствия для психики. Имейте это ввиду. Вот вам опасность этого внешнего контроля. Поэтому свобода не декларируемая, а подлинная свобода. То есть свобода она всегда связана с ответственностью. Я беру на себя ответственность за свою жизнь. То есть я лишаю других права меня оценивать. Мне навязывать что-то. Манипулировать. Контроль кстати это ведь способ навязать чужую волю человеку. Опять же чтобы он не жил своей жизнью. Контроль это унижение человеческого достоинства. Когда у людей как бы отнимают вот это право жить своей жизнью. Быть собой. Проявлять себя свободно. Почему люди такие закомплексованные, забитые, замордованные, затюканные. Это связано с контролем. Им не позволяется получать свой жизненный опыт. Проживать свою жизнь. Наслаждаться жизнью. Радоваться. Развиваться. Контроль ограничивает развитие человека. Ограничивает получение жизненного опыта. Ограничивает познание мира и самопознание. И вместо этого все силы, вся энергия человека направляется на то, чтобы соответствовать тому, что требуется от него. Чтобы подчиняться. И контроль это как раз присущ на системе власти и подчинения. Вот о чем идет речь. Вот что мы хотим показать, что происходит в церкви, в монастырях, в религиозных организациях. Это регламентированный образ жизни. Вот поэтому, который не делает человека счастливым. Это навязывание болезни. Это навязывание расстройства личности. Это по сути уродование человека. Сначала уродование психологическое, а потом и конечно физическое. Да, вот психосоматика начинает работать здесь. Имейте это в виду. Вот это наша цель. Не бороться с религией. Это бесполезно. Мы не боремся, не убегаем и при этом не убегаем. Мы спокойно, с юмором рассказываем о своем отношении к этому социальному явлению. Под названием религия и вера. Только и всего. У каждого есть шанс перестать быть рабом идеологии, перестать быть подконтрольным и жить нормальной жизнью, не зависеть от других. Свобода, ответственность, ответственность за свою жизнь. И вот такой человек, свободный, ему легче справляться с различными жизненными ситуациями. Несвободному человеку тяжелее. И там выход один. Это выход в смерть. Вот в этот апокалипсис. Конец света. Почему вот эти люди, религиозные, зависимые, именно они придумали вот эту идею конца света. И следует ли. Вот такой крайний пессимизм. Упадочнические настроения. Тяга к смерти. Мы за жизнь выступаем. И такому человеку зависимому свойственны и различные другие зависимости тоже. Свободный же человек, он свободен от зависимости. Свободен от вот этих вот привязанностей. От чужого мнения. Свободен от страхов. Верующему человеку присущи страхи. Страх смерти, конечно же. Страх людского суда. Страх болезни. Посмотрите, вот как и страх какого-то заражения, вот этот ипохондрический синдром, да, какую опасность видят в медицине верующие люди, да, и при этом вот они умирают от вирусных заболеваний инфекционных. Вот это мракобесие, оно следствие страха, потому что человек, который не смотрит правде в глаза, он отказывается от информации, от критического мышления, от знаний. и становится легкой, в общем-то, добычей, мишенью для зла. Так что вот такой вот, вот такой анализ мой. Поэтому имейте это в виду и думайте сами, думайте сами. Наша задача сделать так, чтобы вы думали, вот просто задумались. Это то, что касается социального эффекта от наших видеороликов на религиозные темы. Только и всего. Продолжение следует... Продолжение следует...